Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я не знаю Уважаемая Люся, с наслаждением подскажу И не просто подскажу, но и покажу Я предлагаю создать небольшой макет земной коры В условиях моего кабинета Для наглядности, так сказать Но сперва предлагаю вспомнить строение самой земли Внутреннее ядро Внешнее ядро Нижняя мантия Верхняя мантия И предмет нашего разговора Земная кора Кора тесно связана с мантией Собственно говоря, и произошла-то она от нее Некогда однородный слой Разделился на плотную И тугоплавкую мантию И легкоплавкую кору Здесь и здесь На больших глубинах образовывается Магма Огненно-жидкий расплав В котором содержится практически Вся таблица Менделеева Магма остывает И формируются Магматические горные породы То есть породы Образованные непосредственно из магмы Вот так незаметно мы и подошли К составу земной коры Итак Самый нижний слой земной коры Состоит Из базальта Это, как вы видите Темно-серый, почти черный камень Между прочим, вулканы Извергаясь, выбрасывают вместе с лавой На поверхность именно его Базальт Например, Гавайские острова Представляют собой базальтовые Вулканические конусы Которые возвышаются на несколько километров На дном Тихого океана Переходим ко второму слой земной коры Он состоит из гранита Ну, этот камень вы наверняка Хорошо знаете Его широко применяют в строительстве Гранит Твердая горная зернистая порода Состоящая из скварца Полевого шпата И слюды Кстати, запомните Мои любознательные друзья Гранитный слой содержится Только в той части земной коры Что располагается под материками Под морским дном гранита нет Ну и, наконец, третий слой Осадочные горные породы Что такое осадочные породы? Это породы, которые образовались Либо путем эрозии из гранита и базальта Либо путем преобразования органических веществ Вот как этот камень Известняк Он образован из раковин Древних морских животных И их обломков Удивительный камень Вы знаете, что при определенном стечении обстоятельств Он преобразуется Вот в этот Так же знакомый вам камень Что это по-вашему? Правильно? Мрамор И его мы тоже складываем В наш сосуд Добавляем К осадочным породам Относится так же Уголь У нас есть уголь Глина Песок Так Песочек у нас просыпался немножко Вот так И, наконец Земля Да-да Та самая земля Которую мы возделываем В надежде на богатый урожай Ну вот, пожалуйста Земная кора В миниатюре Дорогие мои друзья Напоминаю, что толщина настоящей земной коры Колеблется от 5 до 70 километров Надеюсь, Люся, ты запомнила Из каких пород состоит земная кора Вот и славно А мы смотрим новое письмо Оно пришло из города Балашова Петя Орлов пишет Я много раз слышал название Русская Америка Но так и не понял Что это такое И мне бы хотелось знать Когда впервые Русские появились на этом материке Браво, Петр Какой интересный вопрос Русской Америкой Называли российские владения В Северной Америке Включавшие Аляску Алиутские острова И поселения на территории Современных штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния И канадской провинции Британская Колумбия А вот как они попали Под юрисдикцию России Стараниями многих людей В том числе и удивительного человека Григория Ивановича Шелихова Но предлагаю предоставить слово Самому Григорию Ивановичу Который собственноручно Описал свои путешествия В новый свет Построив при Охотском порте Три Галиота Отправился в Восточный океан 1783 года Августа 16 дня Со 192 человеками работных людей И будучи сам на первом Галиоте Женою моею Которая везде за мною следовала И все трудности терпеть Не отреклась Ровно год потребовался Шелихову Чтобы добраться до острова Кадьяк Этот остров расположен У южного побережья Аляски Он является вторым по величине Островом США после Гавайев Здесь Шелихов прожил до весны 1786 года Но и потом он не забывал о далекой земле Его стараниями был осмотрен полуостров Аляска И найден удобный проход в Брестольский залив На Кадьяке организовали школу В которой американские дети Учились читать по-русски Писать, считать И осваивали навигацию Затем были исследованы заливы Якутат и Льтуа На многих берегах люди Шелихова Зарыли в землю медные доски С надписью Земля российского владения Во многом благодаря Григорию Ивановичу На Кадьяк была направлена духовная миссия В ее состав входил преподобный Герман Аляскинский Позже говоривший о себе Я нижайший слуга здешних народов и нянька А что же сам Шелихов? Признание ждало его после кончины Вот указ императора Павла I За заслуги умершего гражданина Шелихова Жертвовавшего жизнью в присоединении к скипетру Его императорского величества Обитающих в Северной Америке народов И положившего в том краю основания Греко-кафолической христианской вере В сте милостивейше пожаловать соизволил жене его Вдове Натальи Шелиховой Дворянская российской империи достоинства Но кто об этом сегодня помнит? Зато навсегда остались на карте залив Шелихова в Охотском море И пролив Шелихова между Аляской и островом Кадьяк А также город Шелихов в Иркутской области Итак, Петр, надеюсь, я подробно рассказал тебе о Русской Америке В таком случае мы беремся за новый вопрос Его задала нам Таня Прокопова из Елани Дорогой профессор, я знаю, что на Камчатке есть гейзеры А где их еще можно увидеть? Любезная Татьяна Гейзеры – явление довольно редкое Эти источники, выбрасывающие фонтаны, горячей воды и пара Обнаружены всего в шести странах мира Кроме России, они найдены в Исландии, Новой Зеландии, Японии, Китае Но больше всего гейзеров находится вот здесь 44 градуса 40 минут северной широты И 110 градусов 28 минут западной долготы Позвольте представить Национальный парк Йеллоустоун, Соединенные Штаты Америки Здесь сосредоточено 2 трети всех гейзеров мира Туда-то мы и отправимся Вот и Йеллоустоун, прошу любить и жаловать Между прочим, первый в мире национальный парк Он был основан аж в 1872 году Просторы его поистине огромны Парк расположен сразу в трех штатах Примерно 96% территории парка находится в штате Вайоминг 3% в штате Монтана И еще 1% в штате Альдаху Площадь парка 8983 квадратных километра И вот на этой территории около трех тысяч гейзеров Начнем со Старого Служаки Это один из самых фотографируемых пейзажей мира Гейзер выбрасывает струи горячей воды На высоту более 40 метров с интервалом от 50 до 90 минут Недалеко от Старого Служаки гейзер-замок Он получил свое название из-за известковых извержений Которые постепенно образовали форму, напоминающую средневековый замок А вот и Гранд Гейзер Самый большой действующий гейзер в мире Его извержения происходят каждые 8-14 часов И длятся от 9 до 12 минут Порой струи Гранд Гейзера достигают 60-метровой высоты Гейзер вспыльчивый Один из самых активных горячих источников в национальном парке Свое название он получил из-за нерегулярных и непредсказуемых извержений Вода выходит примерно из 20 отверстий, расположенных по краю кратера Каждый фонтан имеет разную высоту Но не только гейзеры притягивают в парк многочисленных туристов Здесь просто невероятные пейзажи, которыми можно любоваться бесконечно Например, гладь озера Йеллоустоун заслуживает самого пристального внимания А большой каньон – вот уж потрясающее зрелище Неотделим от каньона нижний водопад Вода обрушивается в бездну ущелья с высоты в 94 метра В солнечные дни у подножия водопада загорается радуга А теперь нам пора домой Конечно, мы не успели осмотреть все чудеса Йеллоустоуна Но обещаю, мы сюда еще вернемся Ну что ж, сегодня мы многое узнали Например, из чего состоит кора земли? Потом выяснили, что такое Русская Америка и кто ее открывал И, наконец, побывали в Соединенных Штатах в национальном парке Йеллоустоун Если вы хотите задать свой вопрос, то пришлите его по адресу Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7 Телеканал «Радость моя» профессору Иноземцеву Или оставьте его на сайте телеканала www.radostmo.ru Я обязательно отвечу С вами был профессор Андрей Иванович Иноземцев До скорой встречи, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин